всем доброго времени суток с вами канал атмания и моя семья начинаю я утро с холодца решила сегодня холодец сделать с утра обычно его делаю в ночь но сегодня решила сделать с утра и делать я его буду первый раз вот я в жизни буду сделать его мультиварки до этого я никогда не делал недавно увидела рецепт что можно делать блин действительно почему бы и нет обычно всегда в мультиварке делала всякие там капусту тушила там суп вот в основном суп быть варки очень удобно вот а сегодня хочу холодец делать у меня будут копытца ранее влог я уже показывала по моему и курица то есть курица со свининой курица потому что здесь немножечко мясо есть она уже вот у меня мытая и сейчас я буду мыть копытца вот они вроде помещаются такие вот копытца у меня помещаются здесь у меня уже налита вода сейчас я еще подолью сразу же туда кладут моя курица воде сколько мясо оставила и ничего себе сразу и курица на больше для мяса и здесь крылышки ну-ка так крылышки курицу мы курицу запекали недавно запекаешь больно в крылышках ничего нету а для холодца она будет как раз вот их тоже туда кладем посмотрим сначала на час поставим потом будет видно потому что по рецепту там по моему как раз час она подготовил и потом просто добавил желатин и все вот я сделаю точно так же ну вот они у меня лежат и их положила здесь оказывается на супе написано 40 минут буду держать побольше подольше туда я положила еще лавровые листочки чтобы он получился таким ароматным вот и сейчас еще немножечко добавлю воды чтобы холодца получилось побольше и будем сейчас с вами готовить желатин подготавливать вернее короче сделала матрас вот так вот решил я не зашивать потому что он уже дырявится потом расшивать если я куплю новый расшивать это будет очень долго закрепила я тут они очень хорошо закреплены там тоже с той стороны не хотела я делал с веревками потому что боялась что ребенок до них доберется и может быть какой-то чрезвычайный случай но попробую за ним следить сейчас посмотрим что у нас с этой стороны еще пока что ткань также сейчас в матрасе нашла маленькую коволочку не пора не проволочка типа такой вот такую штучку нашла она очень жесткая сначала думал что это перо как в подушках находится находит период думал так он начала вытаскивать это оказалось такая палочка что я даже не знаю как от веников вот бывает она торчала очень острая была не знаю как ребенка не поцарапался она была где-то вот типа вот так вот с этой стороны где-то так вот там с другой там так вот острая такая торчала ребенок постоянно лазит вообще кошмар конечно для детей обязательно проверяйте все матрасы памперсы вчера смотрел ролик как там в памперсе оказалась проволока и ну несколько таких случаев и поцарапал детей но памперсы я всегда проверяю вот даже не ломается особо не надо что это такое в принципе он лег довольно хорошо почти не топорщица зима у меня на балконе спит вот он видит у меня наконец-то немножечко он поругался и уснул и хотела показать цветок у нас наконец-то появился новый стебелек здесь вот тут вот-вот был один он умер появился новый сегодня у нас понедельник и сегодня у нас полив цветов всех цветов полив будет сегодня его полью он прям растет не по дням по часам еще позавчера он был прям ниже гораздо скоро уже появится цветочки наверно так вот я думаю надо каждый него фотографирует но никак не собралась таки может хотя бы на видео получится поснимать у нас пошел снег смотрите снова снег снег уже лежит на деревьях смотрите как классно очень-очень красиво его становится все больше и больше холодец я уже приготовила поставила его на балкон потому что холодильник у нас занят не знаю как он может к вечеру уже быть готов посмотрим если быть готов я вам покажу что там получилось как красиво какая красота смотрите через окно конечно это все не так но смотрите как классно все белым белое уже вон возле подъезда видны следы вот смотрите следы видны уже класса все вот зима у меня на балконе его дату 12 положила со 2 наверное у меня уже спит он спал потом пришла попробую пытался его покормить он отказался вот я ушла он снова уснул сейчас я его пойду будить будить наверно он там спит молчит посмотрим так сегодня хочу рассказать вам про памперсы у нас поменялись памперсы вернее не у нас а у производителя это оба памперса ленты 365 дней сначала был вот такой теперь стал вот такой вот у них различие очень гигантская вот старый но как тот она была вот они видите то есть это сам поясочек который подкладывается под попку она здесь вот все гладенько все очень удобно и вот эти вот они очень удобно и не тянут вот они просто оделись и все вы спереди само собой все гладенько все мне про вообще очень нравилось здесь же сделали просто кошмар здесь появилась такая вот резиночка да может быть конечно резиночка хорошо но для нежной кожи малыша когда снимаешь памперс сзади остаются красные вот эти вот полосочки вот от этих и мне очень не нравится вот она какая стала да она может быть тянется может быть это хорошо но все равно они насколько вы не вытягиваешь они все равно остается у малыша у по ним поменялось конечно здесь стало все более такое было просто полосочками ну как не полосочками а просто как будто вот слоями друг на дружку стало вот ну и за тоже может слоями ну кажется что здесь вот какие-то ромбики ну здесь тоже принципе обыкновенная стала но вот на эти вот штуки плохо держится этого заказа крепочка вот это она хуже держится гораздо чем допустим вот здесь здесь лучше как-то здесь посередине вот троечка посередине посередине вот троечка какие-то вот горошинки которые вот запоминаешь закрепляешь когда ребенка допустим оставляешь маме объясняю что должно быть до троечки должно быть так или так вот ну как то можно объяснить а здесь маме оставляешь и нам вот я не вижу здесь как здесь должно быть тут ничего не написано вот поэтому они тут внешне тоже разные различаются там допустим по картинкам запоминать вот очень неудобно мне очень они не нравятся не нравится больше конечно вот эти вот то что оставляет у ребенка на коже полосочки красные от этого не знаю зачем они поменяли хотя бы сказали бы что они сменили на замуж реклама была потому что когда мы пришли их покупать вот этих не было вообще пустая полка не было памперсов первый раз такое я думаю странно что-то случилось но наверное перестали производить мне так показалось то есть раз пришла я взяла на радость думаю пришла тоже другие панперсы очень жалко очень обидно видимо кто-то узнал и сразу все пачки последних купил этих памперсов и все не знаю вот может пойдет снова посмотрим может они разные там хотя сомневаюсь если поменяли то поменяли такие у нас новости не очень хорошие про памперсы вот памперсы кстати я читала читала смотрела ролик отзывов разных памперсов я всегда вот когда открывали его так всегда провожу рукой и вот так вот вот прощупываю вот потому что оказывается у дешевым принципе не у дешевых а у всех многих панперсов может учиться так то что тут может быть какой-то инородный предмет находиться какая-то проволока или там вот какая-то штука как вот недавно мне попалась в матрасе у ребенка кажется была какая-то типа проволочки сбоку он мог пораниться это неприятно очень может быть она вылезла недавно я надеюсь но вроде у него не было ранок вот она там была как бы сбоку матраса как бы не на самом как а вот сбоку ну вот я снимаю второй день цветок уже вырос буду снимать наверное стараться каждый день вот он какой стал довольно интересно как это как он растет его цветочки вот они какие вон они какие высокие ему кстати уже года по наверное где-то вырастает 3 я очень рада очень счастлива вот посмотрим как он будет завтра его сегодня полила уже даже как на ребенка действует свежий воздух играл играл вырубился ну вот смотрите холодец получился такой вот тут сверху сейчас находится жир как раз который весь вот этот вот и поднялся вверх и ну как холестерин там тоже все такое вот и мы его сейчас с вами вот так вот таким слоем снимем и выкинем чуточку вот так вот он нам не нужен да это может быть не совсем красиво получится но зато полезней чем вместе с ним прям совсем таким очень тоненьким слоем постараться вот у меня получилось таких два сутка здесь удобно где-то два с половиной килограмм литра здесь может без половины как раз здесь нету ну зато литра 4 отца у меня получилось готовила его вчера днем а кушаем его уже сегодня вечером вот он такой довольно он стоял на балконе у меня там уже зима у нас сюда я складываю в обычную такую грязненькую чашечку чтоб потом выкинуть ну ладно это чуть-чуть можно оставить в принципе ничего страшного с ним не будет вот и второй судака точно так же он довольно хорошо затвердел вот я думаю он должен быть получиться вкусненьким сейчас чуть-чуть попробую ароматный какой чуть-чуть досолить я в принципе говорил готовлю я не солю практически чуть-чуть досолить и прям вообще шикарный